Церемония открытия соревнований началась с парада участников традиционного поднятия триколора и выступления творческих коллективов. Около 500 ребят, от начинающих тэквонтистов до обладателей черных поясов, представили разные уголки нашей страны. Помимо близросросположенных районов, на турнире приняли участие спортсмены из Узбекистана, Абхазии и Крыма. Принимающая Олимпийская столица также представила своих воспитанников. С развитием нашего тэквондо уже 15 лет проходит. Дети наши выигрывают различные соревнования. Мы надеемся на эти показатели, чтобы это соревнование как бы явился стартом для будущих более крупных мероприятий. Лучшие спортсмены по итогам первенства ЮФО получат очередные разряды и будут отобраны для участия в Кубке России. Кроме того, хорошие показатели в комплексных упражнениях и спаррингах позволят многим представить свои регионы на Кубке мира. Турнир пройдет в ноябре в Минске. Помимо соревновательных дней, первые два были посвящены судейским семинарам, на которых своеобразное тестирование проходили арбитры. Мы всегда проводим двухдневный семинар судейский для тренеров, для того, чтобы рассказать, что новое у нас появилось в виде спорта, в технике, в судействе какие-то изменения произошли. И все делается для того, чтобы повысить мастерство спортсменов, тех, которые выступают здесь, тех детей, которых мы, так сказать, надеемся увидеть в составе сборной России, где они будут защищать честь нашей Родины. А вот ребята помладше, соревновавшиеся в Кубке Черноморского побережья, могли набраться опыта у действующих чемпионов. Кроме того, еще одна возможность повысить свое мастерство у сочинских тхэквондистов может появиться в феврале, ведь в Сочи кандидат на проведение чемпионата России в 2016 году. Я думаю, что в перспективе, если 2016 год, а у меня есть такая уверенность, что все-таки эти соревнования здесь у нас состоятся, мы к этому готовы и на должном уровне это проведем. Кстати, по итогам первенства ЮФО сочинская команда показала хорошие результаты и теперь наши спортсмены будут защищать честь города в Екатеринбурге на Кубке России.